Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие, всегда, ныне и пристои, в веки, в веково. Пасе невесту, Господи, коже наше, по Гази, Пасе... Глава Господи! 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 одежда в порядке дома, поскольку какие бы ты деньги ни платила больше, никогда ничего хорошо не сделай. Наемники есть наемники. Получил деньги, чем быстрее и ущел, повернулся и забыл, что, как и зачем. Душа ни от чем не болит, болит только от собственной кармани, что одеть, что поесть, что попить. Но Господь не зря говорит, будьте подобны птицам небесным, которые не сеют, не жнут, и Господь их всех припитает. Вот хотя бы отдельные моменты в нашей жизни, нам тоже нужно быть как птица небесная, положиться во всем горе Божьей, и я думаю, хуже от этого не будет, а знаю, хуже будет, у нас будет только лучше. Поэтому такие отдельные моменты надо испытывать. Надо помнить эту западь Христова и не ставить себя по главу всего, свои требования, свои прибыли, свои удачи и удачи, и не строить планы, которые мы заслоняем путь к благодателю Божьей. Известна притча о том, что когда-то один мастита Акерей приехал в монастырь и попросил наместника показать ему своих наиболее успешных монахов и самых лучших. Сначала он привел к нему монаха и сказал, это прекрасный пекарь, хорошо пищет хлеба. Затем привел к узнеца, сказал, что он может исковать любую вещь и так далее. И он мне говорит, ты приводишь нереместников. А где же те монахи, которые молятся, служат Богу, обладают истинным смирением? Таких у него не оказалось. Он был освобожден из внимания должности. Поэтому вот, собственно говоря, цель христианства стяжать смирение, стяжать Бог в мире, стяжать ту любовь, которую мы должны испытывать к нашим окружающим, к нашим врагам тем более. Хотя это очень трудно понять, осознать. Но вот это высшее учение церковное, высшее учение христианства. Господь наш, Иисус Христа, который он преподал, это любите врагов ваших, любите врагов ваших, как самих себя. Поэтому размышляйте об этом чтении, углубляйтесь в него. Каждый может быть что-то откроет новое. Вот я вот все, что смог, я вам по этому поводу сказал. На предстоящей землице у нас с вами несколько праздников. В среду чтятся память святителя московских. Накануне все ночные день и в автонок вечером. Самый день праздник, когда память, основной день четверг, память апостола Памы. Сегодня у нас начинается занятие, насколько, в пешеходе. Что-то детей, правда, маловато, наверное, раскачались. Собирайтесь с духом, с силою и начинайте заниматься преподаваемым учением. С праздником! Грани вас тебя! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok